Я рад приветствовать готовящийся ко взрыву на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Chaos on the Pony. Ну что дорогие друзья, пойдемте смотреть, что судьба приготовила нашему Руфусу из прошлого. Я, эээ, потребовал немного асбестиса и, ээээ, случайно у меня укрепляет. Серьезно, ты должен быть осторожным. Я потерял два панца так же. Но я рад, что ты здесь. Мы здесь забыли. Некоторые экстремисты, которые находятся в нашу Кодоиску. Твои Кодоиску? Мы просто оставляем их в нашу корпоративную инвентарь. Это почему мы имеем этот кроу-бар. Если они не уйдут скоро, мы должны быть укреплены нашу дорогу. Скрепь их! Табула Роза! Погоди! У меня есть план! Пойдем с этим, тогда. Уинкс-тригер-фингер становится все литчевым. Продолженная аллергия никель-аллергия. Чёртовая аллергия на никель. Блин, они, короче, психи, я так понял. А это вообще психованная баба. Она больная. Вот сейчас мы можем залезть в ящик. Смех! 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 Пожалуйста! так смотрим дальше я в ящике в ящике там больше ничего нет в ящике больше ничего нет у меня есть план но фиолетовый пульт от алибо да пульт донны рат и дэнварь до москве бездовизно картриджи на ремонт так картриджи шлюз молоте hey what are you doing i'll cut out the nonsense we're in the middle of a hostage situation well i could negotiate with the guys that might be an idea what do you think donna shave their feet donna says she can't take the responsibility for that didn't winking stand for suggesting doing somebody significant physical damage oh sorry we changed the code without telling you won't happen again по-моему они сами чисто придумывают как ее понимать она вообще как это бестолковая и у нее там давно съехала что-то с головы с ее чипами попробуем сгол можешь поговорить так что случилось то what happened exactly they were just suddenly there don't try to defend me almost like a real gentleman completely futile attempt there were three of them they were armed ты в порядке ты в порядке конечно блинчиков нет я нашел этот пульт ну пожалуйста дай мне картридж вообще-то я мог бы просто взять картридж прикинь у дока в офисе припятана бутылка шампанского wow doc keeps a bottle of champagne in his office what where sorry goal you'll thank you for this later uh-huh uh-huh doc are you all right oh right the gag better now yes all peachy okay then i can leave now right yes well you know it's not like we couldn't use a little help i see next was which you is that what exactly happened ну да они спросили где ходы доступа эта штука на виске доны это тоже имплант так но в принципе это мы все знаем так давайте воткнем и жмакнем ну тихо 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 выбери жмак сейчас ее накроет медным тазом бэнк чисто на вырубит альфа который имеет май инкласс о фиг расслабили на завалил Продолжение следует... 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 Что? Чё? Чё это было? Чё это было? Он лизнул его в щек, а то его вырубило. Не проблема, спунки голл ещё в Леболл. Она сделает Леболл. Это не спунки голл, это был мою пакетку. Эти два голла ещё в машине. Леболл ещё не имеет имплант. Но... 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 Эти два голла. Эти два голла. Ха? У меня изменилось планирование? Да. Однажды. Это сложилось. Как и все, что ты занимаешься. Ты не вызываешь ничего, но КАОС. Но я не сделаю для этого. Я не могу остаться с тобой. Ох, давай. Что это привело? Открыть! Не попробуй. Эта дверь была болтана. Мне нужна маленькая начальность, если я хочу найти Плитус. Плитус? Но что ты говоришь? Мы идём в Элизиум вместе. Мы вместе. Свои миры и все это. Это просто не работает так, Руфус. Ты не можешь оставить всех, и еще быть героем. Это невозможно. Эй, невозможно... ...минус мой милый имя. Ты говоришь. Это appeals тебе, да? Ты всегда хочешь что-то невозможно. И поэтому ты никогда не можешь быть счастливым. Ты не можешь приехать в Элизиум, Руфус. Потому что ты упал Депония внутри тебя. У меня есть милый. Плитус, дедушка. Но... но... Я не пойму, а почему она хочет это сделать? Она же понимает то, что Клитус-то ведь уничтожит Депонию. Она это прекрасно сейчас осознаёт. Типа, мол, ты с ними хочешь невыполнимого. Но мы же собираемся вместе с миром. Но мы же собираемся с миром. Это может быть правда для Спанки Гол и Бэйби Гол. Но я не так и идеалистичным, ни так и прикольным, как они. Я просто хочу домой. Before it's too late. Ну, я понял, короче. Леди Гол, она немножко другая. Она не хочет ничего. Она просто такая, типа, ну, леди. Типа, я хочу просто там в чистоту. И чтобы было все очень удобно и комфортно. И вообще, нам вас на всех насрать. Так, ну, как же твоя операция? Ну, как же твоя операция? Мы должны вернуть тебя вместе снова. Что за? Так что я уничтожила снова? Нет, спасибо, Руфус. Но Клитус — это милый милый! Клитус — не плохой человек, Руфус. Тем не менее, не плохой, чем я. И, конечно, не плохой, чем ты. Я тысячи раз лучше, чем этот красивый парень. На самом деле, ты бы хотела быть. Я исправила тебе, за сплитать мою голову. За львать мне, за повторно ставить меня в хронскую сторону. И я исправила Клитус, за пытаясь выстрелять мою память. Теперь ты должен исправить меня. Но я хочу отправиться с тобой на Элизиум. Но я хочу поехать в Элизиум с тобой! Ты действительно хочешь это сделать? Я знаю, что ты должен показать, потому что ты росла в дураке. Потому что никто никогда не вернулся в тебя. Но вы действительно счастливы, если вы достигнули твою цель? Не больше путешествий? Не больше планы? Я не думаю, что так. Что-то накрыло, по-моему. Почему мы не можем освободить Депония и продолжать вместе с Элизиум? Потому что это социально эксклюзивным, Руфус. Но это не так. Я знаю, что я могу это сделать. Это о том, что ты не знаешь. Ты никогда не спросил себе, почему они хотели бросить Депония? Что это? Что это должно быть в любом случае? В любом случае, все. В любом случае. Элизиум не в параде, что ты думаешь, это просто пещер. Это просто пещер, а звезд, созданная для оставить Депония once и для всех. Так что мы можем начать на Утопия, на ближайшее плане предназначенного. Но Утопия не слишком далеко. Есть только одна возможность генерировать enough энергии для катапульта Элизиум там. Это дизракция Депония. Что это было? Элизиум это... Что? Э... Старшип? Теперь ты наконец понимаешь? Если Депония не взлетела, то Элизиум будет скоро вернуться к планету. Мы не можем жить всегда без дома. Но Депония нет места, чтобы жить. Мы все это знаем. Нифига себе! Нифига себе! Вот это, конечно, поворотец! Получается, короче, они хотят свалить за счет Депонии. Вот истинная природа людей, да? Как бы не хотим мы ничего... Сами нас засрали. Не хотим ничего улучшать. Просто тупо давайте свалим и засрем другое место. Почему бы и нет? Пипец, это так тупо. Убить столько людей. Просто кучу людей убить. Ради того, чтобы свалила горстка упырей. Но это пипец. Ну, в принципе, для людей, наверное, это нормально. Я... Я в шоке. Ведь можно восстановить, земля восстанавливается. Хотя планеты умирают, конечно, тоже такое... Такое тоже есть. Капец просто. Это просто взрыв. И чё дальше? А если совет старейшин знает, что Депония обитаема? Я не знаю. Один из меня всегда верил, что они остановили то время. Но это было старейшинное решение. А почему это все происходит сейчас? Стало быть, Элизиум — это корабль? Ты понял. Наши отцы построили Элизиум, чтобы Депония могла эвакуироваться. Чтобы мы можем начать на Утопии. На ближайшее планете. Но только есть место для счастливого. Они не могли бы убить всех. Что такое хорошо, Элизиум? Что такое хорошее? Что такое хорошее утоопия? А зелёное и серое. А небо белое! А вода работает очевидно! А в других словах, это не Депония! Почему всё это происходит сейчас? Элизиум не было созданно для взрыва в атмосфере по-любию. Ну, понятно все, да? И одновременно очень все странно. Если вы можете путешествовать, по звездной нашей прекрасной системе, передвигаться из одной точки в другую, достигать цели и организовать новую колонию, совсем новой планете, которую наверняка вы перед этим изучили, то почему вы не можете очистить эту планету? Ну, это тупо, ну почему? Почему переработка? Ведь существует даже в наше нынешнее время переработка. Существует. Можно восстановить ландшафт, можно восстановить реки, и даже очистить можно, восстановить жизнь. Я не верю. Да, на это идет очень много времени, но это возможно, человек может это сделать. Я не скажу, что может быть полностью, но участки, какие-то участки, что-то сделать можно. Явно не выход взрывать. Будет ли это легко? Нет. Будет это сложно. Будет ли проще улететь? Ну, наверное, да, это проще. Ну, пипец. Ведь не есть просто, а есть правильно как-то. Есть две разные вещи. Я вообще, короче, я в шоке. Пипец. Ладно, кажется, я все понял. Ну, я все равно не понял. Но должен ведь быть способ. Но должен ведь быть способ. Есть даже два способа. Один ведет к Элизиуму, и от этого на Утопию. Другой заканчивается здесь, на Депонию. Если мы проживем, то есть. Я сделала свою решение, Руфас. Теперь, это зависит от вас. Возьми меня с собой на Утопию. Кому нужна эта Депония? Тогда давай спасем Депонию вместе. Ну, значит, придется постараться. Что такого? Должен быть способ добиться и того, и другого. Да, походу, способа-то нет. Тогда давай спасем Депонию вместе. Мы спасем Депонию вместе. Но я уже объяснила. Это просто корабль с кучей людей. Ну, значит, придется постараться. Что такого? Это будет немного работа. Так что, что? Я сделал свою голову, Руфас. Я извиняюсь. Депонию вместе. Есть способ для совершения двух. Верно мне, я могу исправить все. Как ты успел исправить меня. Все, что я хочу, это вторая шанс. Ты получил свою шанс, Руфас. Депония получил свою шанс. Иногда все, что-то вообще-то сделано. Вы можете оставить остальные картриджи. Они не имеют ничего, чем думать и смысл идеалов. Я не могу использовать их где я. Я готова. Донна Субмерсибель awaits. Если я не уйду до Порта Фиска с Клитис по дням завтра, это будет слишком поздно. Гудо, Руфас. Но... Что женщина. Ты не понимаешь? Она убит нас все. Я думаю, что она... Фасцентная. Много важна, она в видимости в том, что знает Кодово-центр. Мы должны ее остановить. Но мы встали. В первую, неоткрызь. И потом мы думаем о что-то. Там всегда есть способ. Да, как ты должен сказать мне это. Продолжение следует... 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 А, мы, получается, таким образом перемещаемся, да? А в те места мы не могли бы ли приехать? Интересно. Итак, это Порта Фиско, предстоящий метрополис Рост-Ред-Си, настоящий дамп, даже по стандартам Деппонии. И что это ужасное стендж? Если бы она была бы холодной, не выделялся бы кислорода, кислорода-то откуда браться, и кислорода бы не было, потому что деревьев нет, и куча других всяких особенностей, без которых человек, в принципе, выжить-то на планете не может, значит, жизнь-то есть, что-то ведь происходит, они все живы, когда планета умирает, умирает все на планете, жизни бы не было, а раз жизнь есть, значит, есть и какая-то возможность восстановить планету, поэтому это довольно все-таки очень странно, но в любом случае, блин, это животрепещущая серия, просто получилось, животрепещущая настолько, что просто как бы она взорвала мне мозг отчасти, да, когда я узнал, вот, что не хотят взорвать планету, потому что хотят свалить с ней, и одновременно это просто пугающая мысль, она какая-то вот прям противоречивая, я не хочу смириться с этим, я готов бороться до конца, и все-таки оставить эту планету в живых, потому что так нельзя поступать. Сами виноваты, сами расклёбывайте, и живите в этом, нельзя уничтожать планету, уничтожать людей, живущих на ней, а людей здесь действительно достаточно много, может, это, конечно, обычное быдло, но, что поделать. Надеюсь, вам понравилась эта серия, дорогие друзья, я заканчиваю ее сейчас, если это так, то и не забывайте, конечно же, пальчики там вверх, там колокольчики жмакнуть, добавляйте плейлисты, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал в конце до концов. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую и люблю, увидимся в новых приключениях, всем пока!